Четыре интересных факта о Чебурашке. Ставьте лайки, если вы любите Чебурашку, также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну что ж, приятного просмотра! Факт первый. Придумать Чебурашку Успенскому помог его друг. В предисловии к книге «Крокодил Гена» и его друзья Эдуард Успенский рассказал, что в детстве у него была бракованная игрушка, напоминающая зайца или медведя. Писатель назвал эту игрушку предком Чебурашке. Позже он признался, что выдумал историю, а Чебурашку создал благодаря своему приятелю и дочери. Когда Успенский был у них в гостях, девочка надела мамину шубу и пыталась ходить в ней по квартире, но все время спотыкалась и падала. Отец девочки на это говорил, а опять чебурахнулась. От него же Успенский узнал, что это слово означает «падать», и придумал Чебурашку. Факт 2. Чебурашка побывал в космосе. В 2016 году в честь 80-летия студии «Союзмультфильм» Плюшевого Чебурашку отправили на МКС. Там игрушке предстояло посмотреть мультики вместе с космонавтами, выйти в открытый космос и запустить вымпелки на студии. Факт 3. Памятники Чебурашки. Памятники ушастому герою установлены, например, в подмосковных Раменском и Гигойевске, Хабаровске, Чебоксарах, Ялте, Нижнем Новгороде и Мурманске. Ну что ж, и последний четвертый факт. Чебурашка несколько раз был талисманом сборной России на Олимпийских играх. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах символом сборной России стал Чебурашка. Он вернулся к этой роли вновь на Олимпиаде 2006 года. Но тогда цвет его меха поменяли на белый. На Олимпиаде 2008 года символом сборной был красный Чебурашка, а в 2010 году синий. Большое спасибо всем за просмотр. Всех люблю. Целую. До скорых встреч. Пока!